В городе решается вопрос о качестве питьевой воды. В период каникул школьники получают знания по электробезопасности. 39 посетителей детских дворовых площадок отдыхают и оздоравливаются на турбазе в станице Чернореченской. В регионе установилась жаркая погода. 11 июля столбики термометров поднялись до 37 градусов. Как жители Лобинска спасаются от зноя? Этот вопрос мы адресовали прохожим на улицах. Мучаемся, но спасаемся водичкой. Дома кондиционеров нет. А вот спасаемся, мороженое едим и возле фонтана отдыхаем. Мороженое, вода. Ну и в принципе и тень. Только дома по необходимости только выходить приходится на улицу. Есть проблемы, которые надо решать. А так дома. Прячемся дома. Иногда кондиционеры спасают, иногда холодные души. Но тоже не рекомендуют особенно часто их принимать. Так что вот так спасаемся. Кондиционеры дома стоят под кондиционером. Вот. А вечером поливаем двор, чтобы прохладнее было. Вы знаете сейчас, кто мучается? Это хлебороба. А мы, пенсионеры, находим место, где посидеть. Я много лет проработал на хлебе. Вот погода для хлеба хорошая. Вот я вам что скажу. Одни радуются, другие страдают от жары. А так переносимо. А как спасаемся? В тени. Мороженое покупаем едим, напитки. Спасает, естественно, это мороженое, холодные напитки и тень. В жару возрастает спрос на прохладительные напитки. Возле торговых павильонов с квасом в это время многолюбно. В жару очень сильно возрастает потребность холодных напитков. Вот. Продаем квас, лимонад и это самое. Лучше, конечно, всего берут квас. Вот. Сколько литров в день примерно продаете? Ой, литров 60. Все берут. И напитки разные, мороженое. Ходовое всегда, все в ходу. Я вот сегодня прошла, я, наверное, литра три точно выпила. Или дома я сижу, или вот если выходишь, только квасом спасаешься, потому что мороженое мне есть нельзя, у меня проблемы там с горлом. А так все остальное, только квас или вода. Медики советуют в жару по возможности не выходить из дома в период с 10 утра до 5 вечера. Особенно это касается детей и людей старше 60 лет. От солнца нужно укрываться головным убором. Чтобы охладиться, принимать душ с водой комнатной температуры. Есть легкую пищу, пить негазированную, несладкую воду. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Качество питьевой воды в городе оставляет желать лучшего. Зачастую из кранов течет мутная вода, а в многоквартирных домах слабое давление в водопроводе. Эту проблему взял на контроль глава района. Игорь Чегаев провел рабочую встречу с руководителем водоканала на станции первого подъема. Вместе определили пути развития предприятия. Предприятие городского водоканала уже более полувека. В течение долгих десятилетий не проводился капитальный ремонт сетей из-за нехватки денег. Несмотря на трудности, коммунальное хозяйство старается делать все возможное, чтобы абоненты были с водой. Но в последнее время на качество и подачу жители стали жаловаться чаще. Ситуацию взял под контроль глава района. Выездное совещание он провел на станции первого подъема. Много лет делают замечания по состоянию воды. Нужно сказать должное коллективу, что с учетом хронического недофинансирования вообще сохранилось водоснабжение в городе. Но это не результат, это не то, что нужно людям. Нужно сейчас еще раз говорю, в рамках этого объезда нам понимать с вами, что в первую очередь, по какому пути пойдем. Мутность воды во многом зависит от этих фильтрационных бассейнов. Со своей задачей они не справляются. Их необходимо чистить, говорит руководитель предприятия. В прошлом году удалось привести в порядок два резервуара, а их всего 12. Игорь Чегаев обещает изыскать средства, чтобы эту работу продолжить. В обязательном порядке, Александр Николаевич, определяйтесь на следующий год бюджет. Немаленькую сумму нужно закладывать на софинансирование и подготовку проекта косметных документации, по реконструкции и получению экспертизы между первым и вторым подъемом на замену этих трупов. По очистным сооружениям нужно посмотреть, чтобы тоже в лобу подряли. И то, что здесь возможно, нитки менять, нужны документы. А мое уже дело, это сопровождать на уровне края министра, вице-губернатора, для того, чтобы изыскать деньги для Лобинского района. Вопрос застарелый, уже несколько десятилетий это все функционирует в том режиме, который мы на сегодняшний день есть, так долго продолжаться не можем. Коммунальную сферу нам нужно поддерживать в хорошем состоянии и обязательно улучшать. До 1 сентября будет готова дорожная карта, чтобы целенаправленно разрабатывать проекты, вступать в программы. На реконструкцию очистных сооружений, строительство резервуаров и восстановление сетей необходимы колоссальные средства. С краевой поддержкой ситуация обязательно будет меняться в лучшую сторону, отметил Игорь Чигаев. Еще одна давняя проблема – подача воды в многоквартирные дома. Если на третий этаж водопрограмм, поднимается, то жители верхних этажей ее практически не получают. О трудностях главе района рассказали жители 67-го дома по улице Шарвашидзе. Здесь для подачи воды на верхние этажи необходимо установить насос. Этот вопрос будет решен в ближайшее время. Сотрудники Кубань-Энерго Лобинских электросетей проводят занятия по электробезопасности. Один из таких уроков прошел в лагере «Мечта» Станицы Упорной. Электросети должны не только обеспечивать потребителей энергоснабжением, но и проводить профилактическую работу. С 2008 года Кубань-Энерго Лобинские электросети проводят с детьми уроки по правилам безопасности, связанных с электричеством и энергообъектами. Особое внимание, вот так как сейчас летний период, дети много, играют в подвижные игры, отдыхают. Поэтому особое внимание сейчас уделяем вопросу рыбной ловли. Говорим о том, что нельзя рыбачить вблизи воздушных линий электропередач, так как это может быть опасным. Говорим о том, что нельзя играть в подвижные игры вблизи трансформаторных подстанций, так как это тоже объекты повышенной опасности. 8 июля в лагере «Мечта» Станицы Упорной началась третья тематическая смена «Безопасность.ру», которая посвящена безопасности детей во время летних каникул. Вся программа подготовлена нашими специалистами, проводятся все мероприятия по безопасности. Безопасность и пожарная, и безопасность у нас с правилами дорожного движения, то есть все направления безопасности для детей. Мы напоминаем им все правила, чтобы ребята провели безопасность весь летний период. Представители Кубани-Энерго Лобинские электросети навестили ребят с познавательной программы по электробезопасности. Ребята трудового студенческого отряда тоже участвовали в проведении урока. На электрических объектах ни в коем случае нельзя фотографироваться и даже просто забираться на них. Детям лагеря «Мечта» очень понравился урок, который они хорошо усвоили. Нельзя подходить близко к предметам, которые извлекают большое напряжение, потому что не могут повредить здоровье. Не подходить, если есть упавшие провода или обвисшие, нельзя подходить ближе, чем нас, 10 метров. В завершении визита представители Кубани-Энерго раздали информационные материалы по электробезопасности и сделали памятное фото. 39 лобинских школьников стали участниками молодежной смены «Формула здоровья». Ее организовал Центр досуга молодежи «Портал». С 10 по 14 июля ребята с 14 до 17 лет отдохнут и укрепят свое здоровье на турбазе в станице Чернореченской. На открытие смены побывала наша съемочная группа. Для этих ребят лето 2018 года проходит насыщенно и интересно. С начала школьных каникул Центр досуга молодежи «Портал» организовал работу детских и молодежных дворовых площадок. А теперь самым активным и энергичным посчастливилось провести 5 дней на турбазе в станице Чернореченской. Школьники стали участниками молодежной смены «Формула здоровья». Тему мы выбрали специально, потому что для нас и каждого здесь присутствующего здоровье является самым важным элементом жизни. Поэтому в здоровом теле здоровый дух и чтобы достичь больших результатов нужно быть не только физически подготовленным, но и морально крепким. Я хочу, чтобы каждый из вас понимал, что наше государство делает все возможное для подрастающего поколения для вас. И сегодняшняя смена – это показатель. Главный упор смены – на оздоровление молодежи, поэтому досуг связан прежде всего со спортом. В течение всего отдыха ребята, разбитые на отряды, будут выяснять, кто лучше всех играет в баскетбол и волейбол. Также участники смены будут задействованы в соревнованиях по спортивному туризму, ориентированию и даже годному полу. А свой интеллект молодежь сможет проявить в квест-играх на знания истории Кубани и Лобинского района. Отдых и оздоровление дети получают бесплатно. Расходы взяла на себя администрация Лобинского городского поселения. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания Лобан. Это все новости. Сразу после рекламы смотрите прогноз погоды с Ириной Бирюковой. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok